Всем привет! Я недавно делала видео, как добывала кокосовое масло из двух кокосов. И меня попросили рассказать, как ощущения от кокосового масла. Но я не могу сделать сравнение с покупным кокосовым маслом, потому что кокосовое масло я вообще не использовала. И мне очень много отзывов написали. Кому-то это масло подходит, очень нравится. Кому-то вообще не подходит, оно забивает поры. Один комментарий был, что масло сушит кожу. Но знаете, я читала про свойства кокосового масла, что оно для сухой кожи вообще идеально. Увлажняет, питает, делает кожу упругой, убирает угри, убирает воспаление. Свойства супер-пупер. Чтобы создавала сухость кожи, такого я не нашла. Но пока не попробуешь на себе, ничего не узнаешь. Еще написали, что это масло лучше использовать только для массажей. Наносить на лицо на весь день не рекомендуется, так как оно сушит кожу. Ну а я масло всегда наношу на весь день. Утром нанесла и весь день хожу. Поэтому кокосовое масло наносила с утра и до самого вечера. Огромное-огромное спасибо всем, кто мне написал советы по использованию кокосового масла. Как только я сделала кокосовое масло, в первый же день нанесла небольшое количество на кожу лица. Впитывает это масло очень хорошо, буквально даже минуты не прошло, оно все впитывается. Но когда его наносишь, оно еще не впиталось, такое ощущение на руках, на лице, как будто такая легкая-легкая липкость. Вот когда в конфетах руки так немножко замараешь, они липкие, но не сильная липкость. Когда полностью впитывается масло, липкость исчезает. И буквально через 20 минут кожа, когда ее трогаешь, на ощущение бархатистое, шелковистое. Я вот нанесла и весь день трогала, ходила то щеки, то лоб, то подбородок, здесь вот все. Мне так понравилось это ощущение, действительно какой-то прям, не знаю, бархат. И весь день ходила бархатисто-шелковистое. Если у меня есть макияж на лице, я снимаю вечером лосьоном для снятия макияжа чистая линия, косметику с глаз, немножко протираю лицо. Потом этот лосьон смываю теплой водой, без мыла, лицо полотенцем не вытираю, оно у меня сохнет естественным путем. И все, вот такие вечерние процедуры я делаю для лица. На ночь я никакие масла не наношу, чтобы лицо дышало. Три дня подряд я утром наносила на чистое лицо кокосовое масло и ходила с ним весь день. Вечером умывалась и все, так его использовала. На четвертый день, утром, такое ощущение кожи, еще не нанося масло, проводишь руками, оно как-то грубоватое, что ли, кожа. И хочется ее увлажнить, прям вот она требует увлажнения. Она не шелушится, не сухая какая-то, может быть это вот и сухость дает, но дискомфорта такого нет, вот сохнет или там щипет, когда кожа сухая, она же как-то пощипывает даже немножко. Нет, такого нет. А вот именно когда проводишь, ощущение вот какой-то, не знаю, жесткости кожи, что ли. Хотя вот до применения кокосового масла у меня такого ощущения не было. И мне не хотелось увлажнить кожу. У меня бывало, что я даже один день, два дня не наношу вообще масла. Мне не нужно это для кожи. Скорее всего, действительно, имеется такое свойство у кокосового масла, что оно придает сухость коже. А когда его наносишь, все, кожа становится прям такая бархатная, бархатная. Я знаю, что многие девочки сделали кокосовое масло. Если вы его использовали, тоже напишите, как у вас ощущения. Но опять же, у меня вот кожа, она не сухая, не жирная, нормальная. Кожа разная и воздействие на кожу может быть соответственно разное. Кому-то подходит, кому-то не подходит. Поэтому для моей кожи я решила на 10-15 минут просто наносить кокосовое масло, чтобы оно у меня не вытягивало всю влагу и пропитало полезными элементами, какие есть в кокосовом масле. И потом уже смыть кокосовое масло. И если нужно, при необходимости нанести другое косметическое масло. Мне понравилось кокосовое масло для волос. Я сделала за это время две маски. Первую маску я делала чайную ложку меда, чайную ложку кокосового масла и 2-3 капельки лавандового эфирного масла. Перемешала все и нанесла на голову. Полиэтиленовую шапочку одела, на шапочку полотенце. Подержала 40 минут. Потом смыла шампунем, как обычно. Волосы прям мягкие, шелковистые, очень хорошие. Вторую масочку мне посоветовала Наталья Лазарева. Я тоже ее сделала, очень мне понравилось. Одна столовая ложка ржаной муки. Добавить туда кефира. Развести до такой консистенции, чтобы было не сильно жидко. Ну, как сметана, чтобы удобно было нанести на голову, она не капала. И чайную ложку кокосового масла. Все перемешала. Затем на голову тоже так же вот хорошо повтирала. На волосы, на корни волос. Массажик небольшой сделала. Тоже под шапочку и под полотенце. Держала час эту маску, потом смыла шампунем. Шампунь, я знаете, как делаю? Я уже об этом говорила. Очень мне нравится. Добавляю один к одному шампунь и яблочный уксус. И на два раза мою голову. От уксуса тоже волосы такие мягкие становятся. И они уже не электризуются. Такой моментик заострю про ржаную муку. Тоже увидела, начиталась, что ржаной мукой моют голову вместо шампуня. Я один раз помыла ржаной мукой. Она даже какую-то мылкость дает, но не пенится. Голова отлично промывается. На волосах не остается никаких комочков. Все смывается, как будто вы помыли шампунем голову. Хороший эффект такой чистой головы. Когда волосы высыхают от ржаной муки, тоже становятся мягкие, шелковистые. Прям приятные, очень приятные ощущения. Я мыла голову ржаной мукой вечером, утром встала, и они у меня стали сухими. Расческой расчесываю, они за расческой тянутся, к рукам тоже тянутся. Я рассказывала, что мыла пищевой содой. От пищевой соды вообще, наверное, два дня не могла их привести в порядок, пока не набухало масло, чтобы они пожирнели. От ржаной муки не такой сухой эффект был, но все равно электризация была неприятная. Поэтому ржаная мука в маске очень хорошо, потому что кефир жирный, и масло кокосово создает жирность. И вот эти питательные элементы, которые находятся в ржаной муке, тоже они с жирностью перемешиваются, и волосы питаются. Эту же маску ржаной мукой, маслом и кефир нанесла на лицо и на руки. Но на лицо я наносила маску на 15 минут, потом ее смыла. Эффект хороший. Вот именно в масках кокосовое масло мне подошло идеально. Поэтому я его буду использовать именно для масок. Кокосовое масло я переложила в морозильную камеру, чтобы оно не испортилось. Мне написали, что оно в холодильнике хранится не более 10 дней. Ну и любое масло там оно полежит, прогоркнет, испортится. А в морозильной камере что-то нужно, отщипнул немножечко и все. Кстати, жидкость кокосовую я заморозила, которая вот разделилась. Утром тоже я ее протираю лицо, подержу немножечко, пока она испитается. Потом маслице нанесу кокосовое, 15 минут подержу и смываю. Вот так. Но это я теперь масло кокосовое наношу не каждый день. Нет, вот по необходимости захотела немножечко там напитать элементами, делала. Вот кокосовое масло как выглядит в замороженном виде. Ножечком нужно, оно отщелкивается очень хорошо. Отковырнул маленький-маленький кусочек, даже меньше, чем это и на лицо нанес. Вот если нужно. Либо на масочку, чайную ложечку отковырнул. Вот у меня замороженная вот эта кокосовая жидкость. Деньки. Тоже очень хорошо, удобно. Таким образом, на мою кожу подействовало кокосовое масло. Еще мне задали вопрос, какими косметическими маслами я пользуюсь, как их использую. Ну, раз уж тема про масла, заодно и отвечу на этот вопрос. Я уже, конечно, отвечала. Какие косметические масла мне нравятся и подходят для моей кожи? Это масло зародышей пшеницы, масло жужуба, персиковое масло, очень мне нравится. Косметическое масло шиповника. Необычное. Есть вот обычное масло шиповника. Тоже мне говорят, оно же желтое. Нет. Желтое это, которое не косметическое. А косметическое, оно не желтое, поэтому я его использую. Очень хорошо действует на мою кожу. И еще давно-давно я использовала масло виноградной косточки. Тоже хорошее. Но оно закончилось. Я потом не стала покупать, так как у меня другие масла были. И я эти масла чередую. Например, один день нанесла с утра одно масло. На второй день, если мне нужно, я на другое масло наношу. У меня сейчас кожа до того такая увлажненная, что она не требует каждодневного нанесения масла. Повторюсь, два дня могу вообще ничего на лицо не наносить. Никакое масло. Мне не требует кожа такого увлажнения. У меня осталось три масла. Масло зарудыши пшеницы уже закончилось. Флакончик выбросила, надо купить. Вот это масло жиповника. Масло жужуба. Это персика. Я уже, видите, использую их часто. Не видно название. Я только по картиночкам смотрю и по бутылечкам. Вот, чистая линия. Вот этот лосьон мне очень нравится. Я убираю макияж. Ржаная мука. У нас есть магазин специальный. Там всякую разную муку можно купить. Я не знаю, как магазинчик какой-то частный, небольшой. Там же покупаю рисовую муку. Мне все спрашивают, где рисовую муку берете. Сами делаете из риса. Нет, в этом магазине покупаю. Базовые продукты для масок у меня. Рисовая мука и картофельный крахмал. Так, как я использую масла? На чистое лицо утром, если я чувствую, что мне нужно увлажнить кожу, беру любое масло, какое я хочу. Ну, сейчас возьму жужуба. Тоже очень хорошая. Я прям вот так на ладошечку наливаю несколько капелюшек. Немножко пальчиком разотру, чтобы оно согрелось. И наношу на чистое лицо. Сейчас у меня лицо без всего. Оно чистое. Просто у меня косметика на глазах. А так я лицо ничем не увлажняла сегодня. Просто нанесла масло. Я его беру столько, чтобы потом не пропитывать ничего. Оно у меня впитывается в кожу лица. И все. Прекрасно. Кожа увлажненная. Масло наношу на весь день. Потом вечером, как уже говорила, умываюсь. И все. Вот так я пользуюсь маслами. Этими. Из косметики для лица что я использую? Я не использую, как говорила, никакие кремы, никакие пудры. Использую только румяну. Лицо впитало масло. Наношу румяну на щеки. И все. Вот это моя косметика. Вот так. Красота. Вот такой уход за своей кожей лица. За ручками. На руки тоже масло наношу. И все это впитываю. Таков отзыв о кокосовом масле. Так оно мне подействовало на мою кожу. И уход за собой. Желаю всем самого хорошего. И до новых встреч. Пока.